Вклад в религиозно-общественную публицистику Этот вклад уже был прямым, непосредственным В те периоды истории, когда появлялась более-менее благоприятная возможность Когда появлялась более-менее относительная свобода То наши церкви, наши союзы начинали издавать журналы духовные, газеты Наиболее известные журналы Самые первые, как мы с вами отмечали, русские рабочие Духовно-просветительские, духовно-назидательные И, по сути своей, евангельский журнал Журнал «Баптист» Примечательно то, что этот журнал выходил два раза в месяц Вот такая периодичность была Раз в две недели появлялся очередной номер журнала «Баптист» Современным нашим издателям надо поучиться Наш союзный журнал выходит где-то или раз в три месяца, раз в четыре месяца Иногда вообще раз в полгода там сразу два номера вдруг выйдут А наши предшественники находились в других условиях Но могли издавать аж два номера в месяц И это были солидные номера Там были богословские статьи Там были духовные статьи, там были проповеди, переводы с европейских языков И были работы наших отечественных авторов Журнал «Христианин» Параллельно с журналом «Баптист» издавался Это тоже добротная христианская публицистика Для того времени и в смысле языка, и в смысле духовного наполнения, духовного содержания Шикарная газета «Утренняя звезда» издавалась нашими евангельскими верующими Чем она была примечательна? А тем, что в ней освещались не только проблемы церковной жизни Но и текущая политика Текущая политическая ситуация Текущие проблемы социального характера, политического Мировые события там освещались и анализировались с точки зрения Библии Далее выходили мемуары Написанные евангельскими авторами Мемуары относятся, как нам известно, к какому разряду прозы Документалистики, публицистики Мемуары Ливен Софьи Ливен Племянницы Ливен и Гагариной Духовное пробуждение в России Это мемуаристика русская Добротная Мемуары Корфа Воспоминания Корфа Очерки В.Г. Павлова По истории баптистского движения Эти очерки назывались так Немножко вызывающие Правда о баптистах Это тоже, в общем-то, можно отнести к мемуарной, к документальной прозе Правда о баптистах Статья по церковному домостроительству Богословская полемика с инаковерующими, с адвентистами, с малаканами, с православными Это довольно-таки большой массив такой вот религиозно-социальной публицистики Сейчас постепенно развивается процесс собирания всех этих материалов, этого наследия Вы видели, наверное, уже вышло, по-моему, полное собрание сочинений Каргеля Выходил первый том Толкование Да, толкование На откровение Да, на откровение Учение о Духе Святом Недавно вышла вторая книга, второй том Трудов Каргеля Самый такой богослов российский, да? Ну, один из таких баптистских богословов Труды Тярка Освальд Тярк Ну, это был пастор богослов 20-го века Середина и второй половины 20-го столетия Значит, два тома выпущены не очень давно Шестой фактор Влияние на российскую экономику и народное хозяйство Вклад в экономику и народное хозяйство Мы с вами говорили о таких крупных представителях российского бизнеса Предпринимательства, как Мазаевы Ну, Морозовы это старобрядцы были, староверы А нам сейчас интересно знать тех, кто представлял гиванельское движение Мазаевы Овцеводы Савельевы Савельевы это московские фабриканты Кондитерскими фабриками они управляли Желтовы Желтовы строили кожевенные предприятия Кожевенные заводы По обработке кожи Христианское кооперативное движение Развивалось по линии наших церквей Христианское кооперативное движение Что здесь подразумевается? Создание сельхозартелий и трудовых артелий Сельскохозяйственные артели Ну, другим словами, это были такие вот колхозы Баптистские колхозы, евангельские Если это в сельской местности Артели, общины, трудовые А в городах это были какие-то объединения Объединение пищепродукт, например Куда входил несколько столовых А в Москве, в Петрограде В свое время И, конечно, сюда вот в качестве примера Можно привести имение аристократов У каждого из них было даже не одно, а несколько Таких довольно-таки энергоемких и продуктивных усадеб Усадьба Пашкова Универсальная С универсальным Прицелом Там развивалось Коневодство Сельхозугодия огромные Были Мастерские всевозможные Технические, механические Шорные В одном из своих имений Пашков хотел открыть школу Для подготовки специалистов Для сельхозработы Но встретил всякие Бюрократические и Идеологические припоны Ему не разрешили это сделать Только из-за того, что он не православный Проект уже был составлен Там СМИ-то и так далее Создать такую школу Постоянно действующую Для подготовки специалистов Чтобы они работали там В мастерских Коневодческих Всяких хозяйствах Не разрешили Сколько бумаг там было исписано Сколько всяких Инстанций пройдено Но идеологический баргер Коль не православный Не давали ему хода В этом отношении Имение Гагариной Мы уже говорили О том Какое оно было Процветающее для своего времени И здесь такая вот Прослеживается закономерность Взаимозависимость Там, где были имения верующих аристократов Там наблюдался высокий уровень Материальной жизни Окрестном населении То есть экономика там была намного выше Мы с вами говорили В имении Гагаринах Электростанция Что электроэнергия подается В близлежащие села И деревни Уже во второй половине 19 века Там больницы Которые обслуживают местное население Школы Уровень жизни положил Да, уровень материальной жизни Был намного выше Там, где были или большие общины Ивановских верующих Или имения аристократов Это были и очаги духовные И в то же время Очаги такого Экономического процветания Это еще одно лишнее доказательство К тому, что Протестантизм несет Определенный уровень И экономического Благосостояния Почему протестантские страны Наиболее процветающие В экономическом отношении Чем католические И православные Потому что Отцы протестанты Лютер И Кальвин И Свингли Такую этику Разработали Протестантскую этику Где труд рассматривался Как служение Богу Как одно из служений Если ты ведешь честный бизнес Если ты честный предприниматель То Твой бизнес Не ради личного обогащения Устраивается А ради того, чтобы Послужить Богу Послужить ближнему Внести вклад В дело Божие Это твое служение Таким образом Вот люди мотивировались И Высшим Таким Высшей санкцией Кто крал в предней городе А пройдет Да Было из чего уделено Да И отношение к труду Уже не как к проклятию Как к бремени Какому-то А к труду Как к служению И потому Вот в западных странах Такие благоустроенные города Такая чистота На улицах Это все Вот От протестантизма Порядок Собранность Дисциплина Это то, что Несла Протестантская этика Большое дело Начинается с малого пожертвования И пятью хлебами Можно накормить Пять тысяч человек Поддержите наш Проект молитвой И финансами О чем молиться И как пожертвовать Вы можете узнать На сайте 3wtvseminari.com Следующий фактор влияния Гиванильское движение Оставило в какой-то мере Заслон атеизму И классовой борьбе Когда мы с вами говорили О предпосылках духовного пробуждения Мы пытались анализировать Связь веры и неверия Волна неверия вызывает встречный поток веры Противодействия Противопоставления В России Что вот такие волны Постоянно наталкивались Одна на другую И когда начались Всевозможные восстания Там бунты В сельской местности Сабастовки В Петербурге В Москве Устраивались совещания На государственном уровне Что вот есть материал Одного совещания Это где-то было В начале 80-х годов Когда в Петербурге Там были волнения Среди студентов Среди рабочих Генерал Трепов Тогдашний губернатор Петербурга Созвал Совещание Всех Как сейчас мы говорим Силовых ведомств Представителей силовых ведомств И на этом совещании Произнес такую фразу Ну, господа Если наш Пашков Успеет То мы с вами будем Спасены Если Пашков Со своей проповедью успеет То мы с вами будем спасены Если проповедь Евангелия будет И дальше Звучать Расширяться Распространяться То мы будем спасены От чего? От кровопролития От революции От восстаний Это госчиновник Сделал такой вывод Генерал Трепов Генерал-губернатор Петербурга Трепов Это тот Трепов Которого Стреляла Вера Засулич Народница Покушалась На его жизнь Если бы Победоносцев Не наложил свою руку На Пашкова На его служение На служение его единомышленников То может быть у нас Не было бы и революции С семнадцатого года Если бы вот так Не придавили Рост развития Иванских движений Может быть наша история По-другому пошла Но история Как известно Сослагательных наклонений Не приемлет Не терпит Но здесь очень показателен Опыт западных стран Опыт Америки Там, где случались Большие духовные пробуждения Они тем самым Предотвращали гражданские войны И революции Во Франции Случилась революция Там не было пробуждения Нечто подобное Могло бы произойти в Англии Как и во Франции Но в Англии В восемнадцатом столетии Вдруг Такая волна Пробуждения Духовного Поднялась Выплеснулась И это поставил заслон Ну а Америка Вроде бы Духовное пробуждение И гражданская война Севера В 1825 В Америке Да Была гражданская война Там В Америку Всегда волны Духовного пробуждения Приходили с запозданием Что в начале В Европе Чаще всего это было В Англии В Англии Вспышка Подъем Возрождение Пробуждение Духовное А через некоторое время Отголоска в Америке А где это было В Уэльс Или Ну не знаю Где-то в Британии По-моему В каком только году Точно не помню Статью Как бы читал немножко И там Полиция Просто была в недоумении Все сидели В дружеских Отношениях Общались Тюрьмы были пустые На улицах Никого было ловить То есть Резко такое Сокращение Преступности И всего Просто Это было Пробуждение В Уэльсе В Англии Это Начало Начало 20 века Год 1905 1903 Уэльс Это Северная часть Англии Шахтерская Где в основном Проживают Шахтеры В эпицентре Этого Пробуждения Были такие личности Как Эван Робертс На самом деле Вся жизнь Там Так Перевернулась Следующий Фактор Влияния Оживление Православия Оживление Православия Оживление Православия Там Где возникали Иванские Общины Иногда Складывались Такие Своебразные Отношения Между Православными И баптистами И другими Иванскими Верующими Отношения Доброжелательные Хорошие И коль Такие Отношения Формировались То Начинался Обмен Духовным Опытом Переливание Из одного Духовного Сосуда В другое В каком Направлении Православные Регенты Регенты Православных Храмов Церквей Приходили На баптистские Богослужения Общались С нашими Регентами Учились Друг Друг Какие-то Навыки Перенимали Консультировались Еще Об одном Моменте Мы с вами Уже Говорили Если Рядом С православным Приходом Появлялась Евангельская Церковь То жизнь Этого Приход Начинал Меняться В лучшую Сторону Священники Чаще Проповедовали Священники Меньше Пили Или Совсем Бросали Пить Они Устраивали Собеседование Духовное Во Вне Богослужебное Время Разрешали Пение Общинное Во Вне Богослужебное Время Старались Вести Более Высокий Моральный И духовный Уровень Протестанты Их Подталкивали В этом отношении Влияли Они Вынуждены Были Перестраивать Свою Жизнь И служение И Девятый Пункт Последний Наверное Ивановское Движение В какой-то Мере Впитывало Впитывало В себя Духовные Ценности Запада Приобщалось Духовным Ценностям Запада Или Впитывало Это был Тоже Культурный Процесс Мы с вами Много Говорили О переводах Западной Христианской Классики Заседской Переводила Буньяна Этот Автор Общепризнанной Христианской Мировой Класси Переводилась Другая Богословская Литература Статьи Проповеди Все это Публиковалось Распространялось Переводились Гимны Музыкальные Произведения Брали У Европейских У Американских Авторов Это все В общем-то Шло В единый Такой Культурный Процесс Вливалось Обеспечивался Духовно-культурный Обмен Востока И Запада Через Евангельские Церкви Духовно-культурный Продолжение следует... Продолжение следует... Редактор субтитров А.Семкин